Долгожданный отдых на грани срыва. Жительница Усинска Юлия Горшкова говорит, чуть не осталась без отпуска. Через пару дней ее вместе с сыном ждет вылет из Москвы в Турцию. Добираться до столицы хотела на поезде и заранее приобрела билеты. Но авария нарушила планы. Дополнительный авиарейс Усинск-Сыктывкар оказался спасительным, однако ударил по кошельку. Чтобы попасть до места назначения, пришлось выложить сверху больше 13 тысяч рублей за двоих. И это только в одну сторону. Все это было под вопросом, будут билеты не будут, потому что неопределенность существовала до последней минуты. И учитывая все сложившиеся обстоятельства, пришлось брать билеты на самолет. Причем за два дня до отъезда дальше по путевке. Дополнительные расходы пришлось понести, скажем так, еще сейчас, учитывая то, что придется жить в Сыктывкаре двое суток, придется еще дополнительно доплачивать. В неплановые воздушные рейсы появились в расписании накануне и моментально заполнились. А вот билеты на поезд пришлось сдать на вокзале в порядке живой очереди. Причем пассажиры отправления ждали до последнего и потеряли драгоценное время. Да и денег многие еще не получили. Возврат в течение 30 дней. Мы приезжаем в 21 на вокзал и нам объявляют в 22 с чем-то, что никуда мы не едем и билеты все можете сдавать. Естественно, были люди в шоке. Там очень много человек стояло. Это надо было видеть, что происходило. Там чуть до драки разве что, наверное, не доходило. Тем временем железнодорожное сообщение уже восстановлено на одном из трех пострадавших в аварии путей. Успеть за 48 часов цель, в которую многие не верили. Однако поезда постепенно возвращаются в график. А на оставшихся линиях параллельно ведутся работы. Задействовано более 250 человек. На месте создан оперативный штаб, который курирует процесс. В течение 48 часов произведены работы по уборке вагонов, установке водопропускной трубы и возведению насыпи железнодорожной дороги. Уложены рельсы на один путь и после проезда пути измерительной техники, испытания безопасности, путь открыт для пропуска пассажирских и грузовых поездов. Пассажирские поезда проследуют и следуют сейчас специальным графиком для сокращения времени задержки сети. В течение сегодняшнего дня планируется полностью восстановить график движения поездов на участке Сосногорской рейд Северной железной дороги. Впрочем, режим ЧС власти муниципалитета пока не снимают, чтобы на время ремонтных работ изолировать проблемный участок от посторонних лиц и при необходимости использовать дополнительные средства для ликвидации последствий аварии. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.